Сегодня я расскажу вам об одном загадочном мистическом оракуле из моей коллекции Оракуле Старый Замок. Колодви, которая основана на системе Ленорман, но со своей особой мрачной мистической атмосферой, которая погружает нас в таинственный и сумрачный мир средневекового замка и его обитателей. Я хочу пригласить вас вместе со мной проследовать увлекательное путешествие по сумрачным тропинкам таинственного мира старого замка, мира теней и секретов, разгадать которые нам поможет этот замечательный оракул. Мы с вами попытаемся разгадать, какие же тайны хранит Старый Замок, призраки каких давних историй могут прятаться в его старых стенах. С помощью оракула мы будем рассматривать темные закоулки нашей души, секреты, которые хранятся в пыльных комнатах памяти и спрятаны туда и забыты. Итак, давайте вступим на тропу, которая приведет нас в таинственный мир Старого Замка. Старый Замок на Холме. Год за годом, столетия за столетием сменяли друг друга у его подножья. Поколения за поколением рождались и умирали в его стенах. Эти стены на своем веку стали свидетелями многих побед и трагедий. Они стыли от страшных признаний, их опаляли проклятия, и каждый камень до сих пор хранит память о былом. Время не пощадило обитателей Старого Замка. Невзирая на все его могущество и силу, не смогло разрушить его каменные стены. Замок пережил всех своих хозяев и продолжает жить своей загадочной жизнью. И ум может нам поведать свои тайны, если ты готов слушать. Многие века Старый Замок был домом, родовым поместьем для обитателей, давал им кров и приют. Ну что ж, давайте же познакомимся с его постояльцами, кто же здесь живет. Итак, в этом замке сейчас живет семья, мужчина, хозяин, отец семейства, его супруга, женщина и маленькая девочка, очевидно их ребенок. Давайте и мы немного погостим в них, побродим по коридорам замка, который на время станет нашим домом, будем измучать окрестности и достопримечательности. Вот мы выходим на балкон замка днем и радуемся солнцу. Мы можем погреться в его теплых лучах или же помечтаем о чем-то под яркими звездами ночью. Полный диск луны подарит нам свой призрачный свет в бессонную ночь. А когда нам нужен добрый совет, на балкон прилетают мудрые совы, в которых как будто воплотились души наших предков. В память о предках в домашней часовне установлен крест в витражном окне, как символ посылаемых судьбой испытаний. А вот присмотритесь, неподалеку от замка растет вековое могучее дерево, которое олицетворяет силу природы и силу рода. Сколько ему лет? Может быть, оно, ровесник старого замка, и было свидетелем того, как наши пра-пра-пра влюблялись в сердце и ссорились метла под его листвой. Возле стен, среди старых руин, пророс и рассвел, даря надежду клевер. А в дихих лесных зарослях бродит грозный медведь. Встреча с ним может обернуться опасностью для нас, если мы не будем осторожны и не проявим должного уважения к нему. Мы можем пострадать, получить какую-то рану или просто испугаться от внезапности встречи с ним. Что там за шум возле ворота? А-а-а, это спешит к нам всадник с какой-то очень важной вестью. Что за новость он принес? Может быть, это письмо с важными официальными документами из башни? Или это скорбная весть о чьей-то кончине, и нужно поехать, чтобы поддержать близких, оплакивающих, ушедшего за радугу человека? А может быть, это приглашение на шумный веселый праздник в городском саду, на котором нам вручат букет в знак признательности и уважения? Нет. Всадник привез нам билет на корабль, и нам пора собираться в дальнюю дорогу. Заманчивые перспективы влекут нас к дальним берегам и странам. Новая жизнь в новой стране, где все по-другому. Другие люди, другой уклад жизни, может быть, другой язык. Эта поездка – хороший шанс что-то изменить в жизни. Лучше или хуже? Но мы пока еще не знаем. Но будет по-другому, не так, как прежде, не так, как мы привыкли живя здесь. Ехать или не ехать, как не ошибиться с выбором и выбрать нужную правильную дорогу. Сомнения терзают нас, навевают тревогу и нависающие на головы тучи. Вот и аист покидает свое гнездо, улетая на юг, как и каждый год при наступлении осени. Вернемся ли мы сюда, сможем ли преодолеть все встречающиеся на пути препятствия? Не угодим ли в хитроумные ловушки? И сможем ли избежать нападения наших недругов, врагов? Что ждет нас в конце путешествия, когда, преодолев все трудности на пути, мы, наконец-то, захотим бросить якорь на берегу тихой гавани? Успех и богатство, хороший улов или же предательство со стороны спутника в жизни? Нужда? Болезнь? Сможем ли мы найти правильные ответы на экзаменах жизни, подобрав нужный ключ к решению трудной задачи? А может, нам удастся править свой талант и способности, и мы повстречаем свою вторую половину и сыграем шикарную свадьбу, скрепив кузы любви кольцом? Ну а пока, перед дальней дорогой, давайте еще раз пробежимся по гулким коридорам старого замка, оставим на хранение наши самые сокровенные секреты надежному и верному другу собаке, а потом сядем в уютной библиотеке, чтобы при свете свечей насладиться чтением этой книги и глубже изучить все тайные секреты Оракула Старый замок. Ну что, вам понравилась эта сказка о Старом замке? Я думаю, вы еще не раз будете обращаться к этим замечательным мистическим историям готического Оракула Загадки Старого замка. До новых встреч! До новых историй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова